все ребята убралась засвечивает окошко что там за окошко солнышко солнце жарко убралась сейчас немножко передохну а потом обедать лёшик прилег отдохнуть потому что утром рано на рыбалку в три часа поднялся наш не такая рыбалка и ничего не поймал прилег ладненько я сейчас а у меня там есть вопросики вдогонку моего рассказа сейчас немножко посижу передохну и поболтаю с вами не стала кофе пить не хочу кофе просто воды как же приятно вот так присесть после выполненной работы с такой чувством удовлетворения что везде чисто вот может где-то там в каких-то уголках и пыль осталось но это все осенью не сейчас не сейчас сейчас смахнула вот и все где вот так вот а вот туда за за холодильники не за полки не лазила никуда вот и вот сижу с чувством удовлетворения ладно после моего рассказа о нас с лёшиком мне задали вопросы и я чтобы не забыть я их записала потому что памяти нет памяти осталось мало компьютер перегружен по коленному суставу меня спрашивали как меня ли сколько денег по коленному суставу как меня ли надо ехать к доктору доктор должен дать направление на операцию как как у меня было направление на операцию решили после всех этих моих мытарств в течение скольки лет поехали мы в киров доктор выписал это направление меня поставили на очередь и и надо было ждать чуть меньше года операцию чтобы сделать бесплатно за деньгами конечно вот пожалуйста прям завтра за бесплатно по страховке надо подождать вот и как получилось пришло лето мне сказали мы вам позвоним вот не как-то никто не звонит вот я позвонила набрала она говорит да ваша очередь подошла приезжайте а я ж да куда ехать огород же как же я поеду если тут огород все брошу что ли говорю а можно перенести на осень чтобы сеть потому что огороды сейчас а она говорит да конечно пожалуйста а он говорит ну давайте тогда он говорит звоните осенью ну все ладно я со спокойной душой вожусь со своими огородами убираю свои огороды все все закончилось я звоню звоню а мне говорят а вы опоздали вот так вы опоздали на этот год уже все уже все закончилось теперь по новой вот звоните теперь феврале вот так вот я пролетела первый год феврале позвонила назначили мне приехать в апреле вот приехали мы нам выписали вот это все вот анализы вот это что надо сдать каких врачей пройти чтобы подготовиться к операции ну ладно прошли всех сдали анализы поехали как сейчас помню на 29 апреля на ночью приехали мы 29 апреля ну все я так рассчитываю что мне вот уже на днях сделают операцию ага нет ждите 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 до 18 июня до 18 июня ну ладно полтора месяца я еще ждала ждала потом поехали сдаваться сделали операцию конечно ребята очень тяжело очень больно после операции ну надо терпеть делали обезболивающее делали обезболивающее сколько надо было вот так и говорили если что зовите сделаем укольчик вот так что у меня там получилось как привезли в травматологию я лежала в ортопедии привезли в травматологию каких-то людей после аварии и в общем всех мобилизовали туда и я после операции лежала у меня уже закончилось действие лекарства я не знала куда себя деть а никого нет в отделении никого не медсестер мне не доктора никого вот так вот все санитарки только и все но как-то там уже дождалась до потом уже поздно вечером пришли что же у меня бросили девочки ну а что говорит там люди тяжелые ну ничего на костыликах на костыликах потом с палочкой в общем как мне сказали через год почувствуете не мне сказали через восемь месяцев почувствуете себя абсолютно здоровым человеком вот но прошло восемь месяцев но я себя не почувствовала совершенно здорово не вот прошел год это вот чем дальше ребята даже уже после года мне еще лучше становится еще вот конечно нога уже не то не своя что было что колено гнется как свое нет нет вот но не болит конечно если нахожусь хожу туда-сюда там или где-то далеко едем или ходим там устает нога да тогда болит ну а так нормально жить можно да возможно так что операцию мне сделали сделали совсем бесплатно ни копейки ни копейки так что если у кого ножка болит не в моготу идите доктору и говорите мне нужна операция я не могу ходить обследуйте меня и делайте мне операцию по замене сустава вот так хожу я нормально хожу новые видели как я хожу да я даже не хромаю от по лестнице немножко так вот напряжно да немножко напряжно почему потому что вот даже не то что как-то может было не так напряжно но почему-то у меня там хруст такой знаете вот хрысь 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 вот так когда я поднимаю когда сильно сгибаешь колено а потом выпрямляешь его отжимаешься на нем вот так вот поднимаешься и хрысь хрысь это все мелочи это все мелочи так что вот так вот ребята операция бесплатно делайте не тяните дальше так а спрашивают цена домов у нас здесь какая цена домов ну как ребята цена домов как и везде я конечно ответила там в комментарии но хочу ответить ему может кому-то еще интересно да вот цена домов как и везде то есть от видимо до максимума то есть можно купить дом за 200 тысяч можно купить дом за 2 миллиона ну поймите то чем задешевле вы купите тем больше вы вложите как-то так по-любому вкладывать конечно придется что-то делать под себя что-то но если дом за 2 миллиона я думаю что там продают наверное порядочный приличный дом вот а так цены разные вон в бетлице я даже не знаю у меня там есть видео я снимала не знаю купили этот дом или не купили неплохой домик за 800 тысяч газ вода канализация вот конечно надо вложить деньги надо сделать ремонт ну извините меня а там спрашивали за сколько мы свой дом купили мы свой купили за 660 тысяч в объявлении просили 700 но мы поторговались вот и за 660 купили ну и вложили сюда немало вложили очень много да и еще надо вложить и еще надо вложить так что вот так вот а дома есть да вот этот домик недалеко от почты бетлица то она совсем там маленькая до центра там недалеко вот неплохой домик участок не очень большой неплохой такой там есть видео я посмотрю если найду его поставлю в заставку посмотрите муж кому-то так что вот такие вот цены 500 600 700 800 миллион миллион двести полтора но надо приезжать и надо смотреть бывает дом этот стоит этих денег а бывает нет надо приезжать надо смотреть надо торговаться так почему лёшик почему лёшик почему я лёшик а называю лёшик многих очень почему-то раздражает то что я лёшик а называю лёшиком ну что он мой муж он мой муж я его называю как хочу уже сколько я об там говорила сколько писали об этом вот у меня это не трогает понимаете я его как называла лёшик так я и буду называть его лёшик почему потому что хотелось мне так чтоб никто так не называл только я и чтобы нигде ни у кого не было лёшика только у меня лёшик вот такая я для вас он конечно алексей это понятно лёшиком только для меня знаете кто еще илон к может там сказать мне как там лёшик юрик называет лёха ну потому что была изначально такая договоренность лёшик сказал моим детям что он для них не дядя лёшик никто просто вот для юрики лёха для илонки лёшик вот она его еще так называют лишь для старшего сына кстати спрашивала сказали что я не сказала как зовут старшего сына павел старший сын павел для него он тоже лёха мне но он тоже когда спрашивает как там лёшик твой лёшик вот так поэтому как-то так лёшик только для меня ну вот для моих близких тоже вот для остальных алексей лёша лёха ну алексеем или лёшей я его не буду называть никогда он для меня навсегда останется лёшиком моим лёшиком так не сложилось другими мужьями почему не сложилось другими мужьями да ну вот потому что ребята вот такая я была нетерпимая молодая да потому что первый муж любил выпить не буду ничего плохого говорить но скажу коротко 1 любил выпить 2 любил погулять девочек любил вот и все вот поэтому и не сложилось коротко и ясно поэтому и не стала жить не знаю может если бы сейчас тогда может быть эти мозги и мне и им чтобы немножко думали немножко ценили бы друг друга да а тогда были молоды были молоды и боже мой куда какие амбиции вот так первый муж мой живет сейчас хмельницкой области он оттуда он там родился он с 59 года вот у него семья уже взрослая дочь вот живет в деревне внуки наверное уже есть юрик общается с папой дети общаются да вот хотя его жена не очень хорошо относится к моим детям она вообще его всю жизнь ревнует ко мне почему знаю потому что ездила туда там жил мой старший сын ездила к нему на свадьбу ну как-то мы сталкивались знаете в армию его оттуда сбирали и на свадьбу я ездила вот и так потом ездила когда дочь у него родилась приходилось так вот общаться вот а второй муж второй муж уже ушел его нет он 52 года это илонгин папа вот уже вел такую жизнь не очень правильно как скажем вот так что так пожалела я ли я что какой-то момент да я может жалела только о первом муже я вот так думала и прокручивала все и думала что может быть можно было бы сохранить семью да может быть можно автором не жалела вообще нисколечки скольки потому что там тяжелый случай там вообще не то что любви даже уважения не было вот так вот так вот о моих мужьях немножко коротко специальность моя и лишь каким мы работали в москве ну я когда приехала в москву стала работать продавцом сначала я работала сувенирной палатки на авиамоторной там вот есть такой большой переход такой вот он весь вот и там палаточки такие вот я в этом переходе я работала сувенирной палатки потом работала на рынке там же на на авиамоторной вот потом опять же ушла в магазин работала немножко мороженое продавала немножко хлебом торговала колбасой торговала но это у одних хозяев вот а потом нашла работу себе сутки через сутки вот там я работала долго 7 лет проработала сутки через сутки как вспомнил вздрогну вот в один прекрасный момент я решила что хватит потому что уже не было сил зарплата была неплохая хорошая очень трудно было оттуда уйти ну в один прекрасный день я себе сказала хватит иначе ты себя просто угробишь после ночной смены я собралась сказала что я здесь больше не работаю и ушла а потом потом работала поваром сначала на дому готовила для офиса приготовлю ко мне приезжал курьер забирал оставлял деньги вот и уже вот так вот работала зарплата была не очень большая но дело в том что я не тратилась на дорогу как бы и дома была как бы и дома и на работе меня это устраивало вот в это время мы познакомились с лёшиком вот а потом устроилась поваром в офис компания европласт за зоопарком там москве на пресне потом мы сделали мне операцию на пальцы на пальцы у меня тоже сустава нет удалили сустав потому что разрушился сустав от работы все ребята от работы вот ушла сидела дома потом потом устроилась тоже поваром в компанию по продаже китайских автомобилей там кафешка было это возле торгового центра город на авиамоторной вот и все это было мое последнее место работы потом я немножко не поработала лето я не поработала и летом мне сделали опять операцию на колени вот но не эту хочу еще в семнадцатом году мне делали операцию на колени артроскопии разрушился минске и чистили коленку удаляли осколки хряща вот и и все и потом мы в сентябре уехали уже сюда вот алёшик лёшик работал телефонистом вот электриком работал и ну много лет он проработал в губ охраны мвд этим техникам по квартирной сигнализации делал сигнализацию подключал сигнализацию вот ходил на на повреждения там на профилактику и все такое вот такая работа больно было не не пыльная гулясь и по москве не пыльные не более лёшик как он утром уходил на работу вместе мы с ним ехали на работу вот лёшик к себе я к себе лёшик работал до 11 там по вызовам может где-то или где-то так вот вот в 11 он ехал домой обедал ложился спать спал очень возмущался когда ему звонили с работы и говорили лёшик тебе заявка типа вызывают надо там что-то что-то от сигнализации не работает у кого-то или что вот лёшик тебе заявка ой лёшик не нравилось это приходилось ему это часа в четыре ехать опять на работу вот но он ехал четыре часа на работу и я работала до шести в шесть часов он меня встречал уже ждал у работы и мы вместе ехали домой это обычно всегда так было бывало даже если ему не надо было ехать на работу он все равно приезжал меня и встречала ждал у работы вот так вот вот так вот мы и жили в четырнадцатом году у нас появилась лиска вот феврале мы стали жить втроем ребенок появился у нас ну заодно скажу про лилю лилю мы взяли нам привезли ее из москвы в декабре прошлого года у нее умерла хозяйка вот и ну как то так вот списались и мы это поняла что волонтеры наверное типа какие-то вот что которые пристраивают собачек в инстаграме мне написали что типа не можете вы пристроить где-нибудь собачку а мы как-то слишком хотели еще одну собачку взять конечно хотели щенка взять потому что как бы лиза уже взрослая и говорю если лиза уйдет я этого не переживу наверное а если будут еще одна собачка будет как-то легче ну вот видите ну взяли или 11 лет вот она уже как бы дамочка у нас в годах взрослая старше лиски взяли я сначала растерялась конечно у них не ладилось с лиской у меня даже было в голове такое что кому-нибудь ее отдать вот ну потом как-то ну я даже не пыталась никого искать никому предлагать вот как-то вот мы потихоньку привыкли к ней она привыкла к нам они с лиской друг дружки привыкли так вот место а теперь она наша но не то что любимица любимица и всегда останется лиска конечно 0 или мы тоже очень любим она тоже наш ребенок хотя и приемный мы тоже очень любим и балуем и любим я никогда вот у меня всегда когда я ложусь спать я обязательно поглажу лилю укрою и лизу тоже поглажу вот так знак внимания такое ну вот так что здесь еще да все все вот такое получилось видео тоже болталки ну не потому что ребята ничего не хочу такого снимать где-то что-то потому что ну притомилась с уборка из этой притомилась немножко хочется посидеть его так просто поболтать так что не обессудьте вчера устала с огурцами с помидорами сегодня уборка вот завтра день а что завтра день свободный сегодня опять огурцы собирать может быть помидоры а завтра опять возиться с ними а там там уже ко дню рождения илюшек а мне надо составить список что приготовить вот и написать список что купить особо ким буду прям там что-нибудь так попроще и повкусней поступила заявка от эмиля на шаурму а давайте приготовим шаурму а давайте а давайте но надо купить этот хочется мне шаурмы лавашек надо посмотреть там корочка есть у меня нет и будет шаурма я сейчас голодная я бы наверное съела хоть что нибудь хоть что съела бы мы сейчас будем обедать у нас там есть супчик с хлёцками вот гречка есть котлетки так что вот так все ребята на этом все давайте прощаться пока пока если что спрашивайте я всегда рада буду ответить вам вот и конечно не забывайте заходить на дзен и писать комментарии если вы не из россии то вам лучше писать комментарии на ю тубе а если вы из россии то лучше писать на дзене но не россиянам можно писать комментарии там и там так что я всегда вам рада и всегда вам отвечу ладненько пока дорогие мои хорошего вам вечера